Школу в микрорайоне Родники достроит новый подрядчик. Причем сдать ее планируют к началу учебного года. Сейчас идут отделочные работы внутри здания. Останется только благоустроить территорию во дворе. После открытия в типовой школе в одну смену смогут учиться 1100 детей. На стройплощадке побывал Михаил Якимов. 218 школа типовая, однако ее история нетипична. Строительство началось два года назад, но во время работы пришлось сменить подрядчика. Новый застройщик за дело взялся с энтузиазмом и может закончить работу даже раньше срока. Не к концу календарного года, а к началу учебного. Сейчас составляются уже списки и нет сомнений у наших специалистов, что в ближайшее время полностью эта школа будет расписана. Здесь проблем с учениками, с заполняемостью не будет. Очень важно успеть. Очень важно успеть первому сентября. В школе в одну смену могут учиться 1100 детей. Но в департаменте образования уверены, сюда примут в полтора-два раза больше учеников. В микрорайоне Родники сейчас три больших школы. Все они переполнены, а микрорайон растет. Уже составляют не только списки будущих учеников, но и учителей. С самого практически начала строительства, когда возникает юридическое лицо, мы назначаем директора, заместителя по хозяйственной части как раз для того, чтобы закупки и прочее. На сегодняшний день мы добавляем здесь ставки заместителей по учебной работе для того, чтобы уже комплектовать классы и для того, чтобы просматривать программную составляющую. В школе 57 учебных классов, два больших спортивных зала и малый, столовая на 500 мест и актовый зал. Современные условия диктуют новые требования. В школе установят свой сервер и в случае необходимости, например, как сейчас, смогут без проблем перейти на дистанционное обучение. Строительство 218 школы уже в завершающей стадии. Сейчас вовсю идет отделка внутренних помещений. А чтобы готовые классы не стояли пустыми, департамент образования позаботился заранее. Всю мебель закупили и сейчас ее уже собирают. В новой школе организуют не только учебный процесс, но и внеклассную работу. Кабинет физики, который позволит не только проводить интересные уроки, но и работать над проектами, создавать какие-то собственные проекты. Планируем работу кружка гончарного. У нас закуплены гончарные круги, муфельные печи, а также мольберты для художественной деятельности. Для развития технического творчества учеников откроют свой технопарк, где будут изучать робототехнику, 3D-моделирование, проводить опыты в лабораториях. Михаил Якимов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok